День России в Белой Глине чествовали земляков-тружеников. Ансамбль Горлица Белоглинского дома культуры посетил с персональными концертами кавалера Ордена Ленина Дмитрия Малыхина, труженицу тыла Анну Даньшину. Дмитрий Федорович в этом году отмечает свое 90-летие. Вся его жизнь – это напряженный и самоотверженный труд на благо Родины. За выдающиеся достижения в труде он удостоен медали ветеран труда. Пять раз являлся победителем социалистического соревнования. Отмечен более 50 грамотами и благодарностями. За строительство рисовой системы в Дагестане Дмитрий Малыхин награжден высшеправительственной наградой Орденом Ленина. Я на экскаваторах работал. Мы привели в порядок целый Кизлярский район, Бабаюртовский район. Строили рисовые, инженерно-рисовые поля. Работали понедельно и по-всякому. В общем, много работали. Нужно было достойно жить. А наградах кто думал, будут ли они, не будут. Глава Белоглинского сельского поселения Алексей Тубаев поздравил ветерана с Днем России. Пожелал ему здоровья, долголетия, благополучия. Праздничная встреча была очень теплой и яркой. Мой родивый край, место отчие, Ты праздник мой, и броня. Память общая и песня общая У земли моей и у меня. Слова благодарности и признательности прозвучали в адрес труженицы тыла Анны Даньшиной. Гости от души поздравили Анну Ивановну с праздником, порадовали концертом. Анна Даньшина родом из Саратова в Белую Глину переехала в 30-е годы, трудилась в колхозе. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего народа. Прошло 75 лет, но мы уже, правнуки, те, кто жил и трудился военное время, благодарим героев за их великий подвиг. Неский поклон вам, труженики, за ваш самоотверженный труд. С праздником! С Днем России!